Это Маланка региона и сегодня я расскажу вам новости из забытых нелегитимной власти уголков нашей страны. Поверьте, проблем там ну очень много. Поехали! За год леса в Борисовском районе сократились на 9 квадратных километров. Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет в сборнике охраны окружающей среды в Республике Беларусь. По официальной информации, в этом году площадь лесов составила почти 50,8% от общей территории Борисовского района, тогда как в прошлом году этот показатель был на 0,3% больше. Если эти показатели переводить на понятный язык, то как раз и получается, что за год вырубили почти 9 квадратных километров леса. Таким образом, лесистость территории района достигла самого низкого показателя, начиная с 2016 года, и уменьшение растительности продолжается. Совсем недавно появилась информация, что возле каждого населенного пункта района организованы стихийные склады кругляка. Грузовые составы с несчастливым количеством вагонов, которые увозят белорусский лес в сторону Китая, уже никого не удивляют. А ведь активная вырубка ведется не только в Борисовском районе. И можно смело предположить, что за этот год площадь лесов серьезно сократилась на всей территории страны. В Беларуси появился новый вид ядовитых пауков. Жительница Добруша заметила незнакомое насекомое на крыльце своего дома. Паук, только туловище которого размером около полутора сантиметров, заинтересовал женщину, и она обратилась к специалистам. Оказалось, что это сак – вид ядовитых пауков, который раньше в Беларуси не регистрировался. Причем он может быть опасен и для человека. Место его укуса оттекает, краснеет, проявляются волдыри, может наступить некроз мягких тканей и рано не будет заживать несколько недель. В зависимости от особенностей человека, укус сака может вызывать озноб, головную боль, тошноту и аллергические реакции. Поэтому лучше запомнить, как выглядит этот крупный желтый паук. Кстати, примерно в то же время такой же насекомое нашли и в Речице. А это уже говорит о том, что сак всерьез решил обосноваться в Гомельской области. Кстати, питается этот паук крупными насекомыми. Поговаривают, что он даже может сильно повлиять на популяцию и влияние тараканов в Беларуси. В агрогородке «Мир» жители три года воюют с ответственными организациями из-за протекающей крыши. В 2018 году дом на улице Солнечная 3 пережил капитальный ремонт, и это только ухудшило ситуацию. Например, раньше в квартире на втором этаже во время дождей затапливало только кладовку. Теперь заливает еще и коридоры кухню. Вода стекает с потолка по стенам, а если дождь сильная или затягивается, то спасает только тазики, расставленные по всей квартире. За три года после капитального ремонта жильцы уже устали от звуков капель и необходимости делать ремонт. Поначалу Барановичская районная ЖКХ реагировала на жалобы и присылала рабочих. Те ставили какие-то ладки, но хватало их на короткий срок. А теперь уже коммунальщики просто приезжают, сливают воду с крыши и уезжают. При этом после каждого потопа жильцам выплачивают страховые, а суммы там немаленькие. Но чиновникам легче регулярно платить за испорченное имущество, чем один раз сделать полноценный ремонт крыши. Деньги-то бюджетные. В пригороде Ганцевич и пустующие земли активно зарастают золотарником и бешеным огурцом. Рядом с деревней Ельни еще пару лет назад были огороды, а теперь тут все покрыто агрессивными сорняками высотой в человеческий рост. Существует целое постановление Совета министров, которое обязывает ответственные организации регулировать численность и распространение золотарника. За невыполнение предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 20 базовых величин. Дело в том, что это растение уже давно превратилось во врага всего живого. Его корни выделяют вещества, которые подавляют рост и развитие окружающих кустов, деревьев и цветов. Причем за 10-15 лет он запросто уничтожит ближайшие дубровые чащи. Но местная администрация не принимает никаких мер по уничтожению сорняка. Стоит ли говорить о том, что их бездействие остается безнаказанным, но не штрафовать же за это самих себя? На детской площадке в Гомеле коммунальщики ждут, пока произойдет трагедия. Около 10 лет назад во дворе домов 119 и 121 по улице Мазурова был установлен металлический детский комплекс, который местные жители называют осьминожек. За это время никакого технического обслуживания на площадке не проводилось, и конструкция уже давно стала аварийной. Опорные столбы во многих местах не просто сломаны, они отогнуты в стороны и абсолютно не выполняют свои функции. Болтов, которые держат верхний ярус площадки нет, и металлические листы, по которым на высоте двух метров ползают дети, просто болтаются в пазах. ЖКХ не ведет никакого контроля износа осьминожки, а на жалобы жильцов никак не реагируют. Все эти навороченные комплексы – только лишняя головная боль для хозяйственников. Идеальная детская площадка, за которой не нужен особый уход, была недавно сделана в агрогородке Деревная Столбцовского района. Там рабочие просто закопали в землю бревна, а в центр получившегося квадрата насыпали песок. Местные чиновники решили, что для многочисленных детей поселка такой площадки будет достаточно. А главное, она абсолютно безопасна и останется такой даже через 10 лет. Смотрите новости региона в социальных сетях Маланки каждый будний день. А если вам есть чем поделиться, пишите в наш чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своем экране. До встречи завтра и Жыве Беларусь!